Неделю назад компания РИР-Саров, выступившая с частной концессионной инициативой, предложила на рассмотрение депутатам новую концепцию концессионного соглашения в отношении Горводоканала. И этот проект предусматривает возможность привлечения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для реализации инвестиционных программ. С учетом этого, значительно изменилась и прогнозная сетка индексации тарифов на воду до 2039 года в случае концессии. Для реализации проекта потенциальному концессионеру необходимо, чтобы город изменил тарифную политику уже в текущем году. Предполагается, что в 2019 году в случае заключения концессионного соглашения будет снижен тариф на водоотведение для того, чтобы в рамках действующего предельного индекса увеличить тариф на холодное водоснабжение. Еще раз повторяю, размер платы совокупно вносимой гражданами за коммунальные услуги при этом изменению не предлагается. На прошлом комитете решения депутаты не приняли. Они написали запрос в региональную службу по тарифам, в котором попросили РСТ в письменной форме обозначить юридические основания для обращения городской думы к губернатору по вопросу корректировки тарифов. РСТ полномочия представительного органа подтвердила. Но возникли новые вопросы. В частности, дума получила письмо от градообразующего предприятия, в котором РФЦНЕФ просит уточнить параметры нового проекта концессионного соглашения. Для того, чтобы, во-первых, определить, насколько злободневна потребность в заключении концессионного соглашения и насколько могут быть далеко идущие последствия этого решения, принято решение запросить вот те данные, о которых написано в письме. Для формирования позиций по вопросу ядерный центр просит предоставить новую редакцию концессионного соглашения со всеми предложениями. Расчет индексации тарифов на период 2019-2039 годов. Прогноз динамики роста тарифов на этот же период в случае отказа от заключения концессионного соглашения, а также данные о техническом состоянии коммунальных сетей. Всю полученную документацию специалисты Департамента экономики в НЕФ готовы рассмотреть в течение двух дней. После чего действующая при Думе рабочая группа в ускоренном порядке вновь обсудит проект решения и при положительном вердикте вынесет его рассмотрение на ближайшую думскую сессию, которая пройдет уже в пятницу 30 августа.